Проблемы с качеством у нас зачастую начинаются с тем, что мы сами не всегда даже вот эти документы читаем. Поэтому первое, с чего стоит начать, это внимательно изучать и для себя фиксировать вместе с поставщиком дополнительные требования, которые вам нужны к этому продукту. По сути, это будет ваша спецификация к поставляемой и закупаемой продукции. Вот в этом она должна соответствовать ГОСТу, а вот здесь у нас условия должны быть вот такие. Ну и не забывайте, пожалуйста, о том, что вопросы качества, безусловно, ни в коем случае поставщиком соблюдаться не будут, если вы, например, понимаете, что вы их не проверяете. Периодическая проверка, ну в некоторых отраслях это делается при каждой партии, да, там ответственные закупки какие-то. Но так вот в обычном режиме зачастую проверки раз в полгода и информирование поставщика о том, что такая проверка проводилась, будет его держать в тонусе. Как минимум. Если мы говорим о каких-то, не знаю, о химии говорим, да, мы говорим о каких-то, не знаю, сложных вещах, то там, безусловно, проверке подвергается каждый из элементов. И несоответствие, несоблюдение поставщиком каких-то параметров, это уже определенная процедура, которая, вот у нас здесь с вами указана, да, рекламация брак, где мы с вами четко должны обязательно в договоре прописать, как мы работаем в случае, если сталкиваемся с некачественной продукцией. Что мы делаем? Имейте, пожалуйста, в виду, что любой поставщик, когда добивается вас, или когда вы там пытаетесь с ним договориться, расскажет вам все, что угодно, как здорово, как прекрасно с нами работать, но когда дело доходит до рассмотрения брака, вдруг неожиданно мы как будто с другой компанией работаем. То есть пока он нам что-то продает, все хорошо, как только нам нужно разобраться с рекламацией браком, вдруг неожиданно случается какой-то стопор, да, поэтому в договоре должно быть четко прописано, например, какой процент брака регламентируется, да, раз, как мы, с какой скоростью рассматриваем эти проблемы. Далее, может быть, будет ситуация, когда у меня случился брак, и я его автоматически передаю поставщику, и он дальше сам с ним что-то делает, а мне возвращает какую-то новую продукцию взамен, да, по какой-то, может быть, упрощенной схеме. Или, может быть, у поставщика есть некая фиксированная сумма, в рамках которой мы, например, вообще этими возвратами занимаемся. То есть мы ему выдаем акт, и он автоматически нам зачитывается. Или, может быть, будет такая история, когда есть какие-то упрощенные ситуации с заменой. То есть мы должны заранее говорить, что будет, если будет брак. Как-то на тренинге был задан такой вопрос участникам, говорю, скажите, пожалуйста, уважаемые участники, у вас были поставщики, которые не косячат, которые не косячили? И такая тишина, и такой смешок, знаете, пошел по аудитории. И одна дама прекрасно сказала слова, вот достойные того, чтобы в рамку поместить. Она сказала, нет поставщиков, которые не косячат, есть поставщики, которые пока еще не накосячили. И с которыми мы не работаем. Ну или да, или есть поставщики, с которыми мы не работаем. Поэтому наша задача, когда мы говорим про качество продукции, в том числе, сразу рассматривать вопрос, что мы должны сделать для того, чтобы в случае, если это произойдет, быстро отреагировать и своевременно решить этот вопрос. Упрощайте себе жизнь. То есть, в принципе, на этапе договора мы уже заранее должны понимать, что будет, если у меня случится брак. Я просто заполню акт, отправлю поставщику, и дальше он будет с ним разбираться сам. Или я должен буду составить акт, после этого будет 12 комиссий, 15 понятых, я должен 8 гигабайт фотографий отправить, я должен, не знаю, 15 экспертов пригласить, каких-то независимых экспертиз провести. То есть, что будет? И это должно быть прописано в договоре. Если у вас этого нет, то вы просто надеетесь на порядочность этой стороны. Не надо надеяться на порядочность, включите эти пункты в договор. Работать по договору вам будет гораздо проще. У нас проблема, у нас что-то случилось. Ну, сейчас, ну, давайте, давайте. Поставщик любой ценой захочет что сделать? Решить проблему, ничего не делая. То есть, оптимально, чтобы как-то это, ну, это называется, чтобы заплыло. Чтобы, ну, чтобы вы забыли как-то про это, может быть, куда-нибудь пустили его продукцию, бракованную на переработку. Ну, чтобы не надо было ничего делать. Поэтому заранее это оговаривается. Специально, может быть, доп. соглашением. Продолжение следует...